привет всем кому интересен ремонт в этом видео у нас 208 peugeot 2015 года проблему у нас простенько у нас вот здесь поцарапан бампер чуть ударены чуть промяты и с этой стороны у нас вот так по плоскости да и вот здесь у нас чуть-чуть сложилось поехал сдач хозяин ну не хозяин отец хозяйки в одну секретную мастерскую ему сказали вешайся дядя смотри что у нас здесь и правда когда мы берем открываем дверь у нас вот здесь происходит видите вот такое вот происходит кузов говорят поведен все езжай открывай свои мешки с деньгами дяденька сильно испугался приехал ко мне ну как дяденька он не такой дяденька ну короче хозяин машины приехал ко мне я посмотрел и когда ему сказал цену его это очень сильно удивило и первый вопрос был хорошо сделаешь вот значит что еще вот это вот у нас видео такая вот форма это не промятость это у нас так должно быть если мы глянем на другую сторону видите вот эта форма повторяется вот она то есть она такая и есть вот так кроме этого еще у нас заодно мы сделаем вот здесь вот у нас вот такая покоцанка видите вот это заодно покрасим задний бампер чем мне не нравится задний бампер тем что здесь у нас парктроник его надо снимать потому что я вот эти черные ободочки красить не хочу и сам парктроник так раз не хочу поэтому бампер надо будет снимать и парктроник с него снимать и красть его отдельно вот так разумеется никакого перекоса кузова никакого гнутого лонжерона здесь нет это обидно вообще я не понимаю как вообще можно подумать что клиент на это может повестись это настолько очевидно куда здесь вот здесь вышло вот это зашло по двери все то есть когда мы вот это сейчас потянем вот это вот выставим на свое место ударим само собой дверь начнет правильно закрываться относительно крыла зазор восстановится что мы сейчас делаем мы снимаем колесо снимаем подкрыльник и смотрим вот эту часть что у нас здесь какие у нас металлические кронштейны которые поддерживают нас должны поддерживать на своем месте крыло и банки вот так вот это удар вот это повреждение я последний раз такое видел когда машина столкнулась с поездом вот она и вся наша жестянка видите вот это вот вот эта жестянка вот она по всей видимости вот она жестянка говорю вот она по всей видимости выгнулась другой ее чуть-чуть надо взять монтировка отверткой чуть-чуть все так и туда в эту сторону крылу подать и все и сейчас будем наблюдать за чудесным превращением перекоса в кузова в отремонтированную машину теперь смотрим берем пробуем открываем дверь дверь не открывается упирается и выгибается крыло закрыли теперь чудесным образом берем отвертку вот так то я одной рукой просто камеру держу поэтому может быть иногда не то снимаю раз дальше вот этот вот у нас кантик вот его видно да теперь смотрите я уберу и если его надавливаю видите как у нас дышит вот эта щель так как бы чтобы вам было видно вот так здесь мы еще посмотрим сколько надо подать на себя чтобы у нас вот это вот линия была без провала в этом месте вот но дверь давайте сейчас попробуем если она и цепляет то по крайней мере уже открывается но может уже не цепляет открываем вуаля мои поздравлял очки мы только что исправили сложный перекос кузова я не знаю когда человек говорил мастер я имею в виду клиенту говорил что здесь перекос дверь не закрывается жуть все надо менять то есть это не просто даже себя не уважать но вы видели за сколько мы здесь этот сложный перекос кузова сделали я практически в реальном времени работал там ерунду обрежу когда болты закручу да пока под крыльник раскручу чтобы не утомлять так давайте сейчас вот эту дугу она у нас чуть-чуть завалена сейчас я покажу вам с другого ракурса так вот видите видно не видно поверьте мне если не видно вот здесь у нас центре завал вовнутрь как мы это решаем путем грубой силы мы берем и бьем в никаком случае конечно не по крылу мы бьем по креплению вот это да все сделали как неожиданно как не все хорошо теперь нам осталось чуть-чуть здесь по кантику стукнуть для того чтобы вот здесь у нас этот кант приобрел жесткость потому что он у нас жесткости в данный момент не имеет сделаем тепловым молоточком ну вот уже уже лучше и гораздо ну и как теперь попробуем как же у нас после всех манипуляций открывается дверь вот так все у нас чудно легким движением руки мы справились сложный перекос кузова ура товарищи так здесь в принципе здесь вообще здесь делать нечего крыло я даже грунтовать не буду я здесь просто вот чухнули сразу красить бампер да бампер вот здесь чуть-чуть мы сейчас на место поведем поставить наверное погреем вот эту точечку вот и сзади там то что вам показывал зашпаклевать ну я там уже даже камеру туда носить не буду потому что там в принципе понятно чухнули шпаклевочкой мазнули раз и все здесь очень очень удобный доступ вот к этой точке получается удар был в канте того самого крепления который держит у нас вот этот направляющую бампера и кант крыла поэтому вот здесь чуть-чуть у нас шишка чудо чухнули наждачка или зашпаклево ловится и и и и и и и Немного радости Не придется снимать бампер Все тачки Повыскакивали очень просто Засовываешь руку туда под низ Отвиваешь Два пластиковых ус И он выскакивает Главное резиночки там такие кругленькие Не потерять А каждый датчик, между прочим, этот стоит 55 евро Вот вам хорошая идея для стартапа Как заработать Первый капитал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, в принципе, и все, что я хотел показать в этом видео ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А точнее, как у нас исправляется поведенный кузов Или сложный переход с кузова Да? Поэтому мой совет Если вы Чуете подвох Лучше проедьтесь по По двум-трем Разным мастерским Послушайте Несколько мнений Может, вас тоже хотят обмануть Но у меня пока все Я надеюсь, видео было вам полезно Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Всем спасибо Всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok